Производством сыров Сергей Волков занимается уже 15 лет. Говорит, на ярмарке товар уходит в лед. Вместе с напарником Александром они делают не только мягкие, но и твердые сорта сыра. В погоне за натуральностью продукции пришлось даже уехать в другую область. Молоко там более качественное, признаются сыровары. Теперь, благодаря комфортным условиям, которые созданы на новой площадке, продавать свою продукцию напарники будут круглый год. Вот смотрите, сейчас на улице идет дождь, у нас здесь хорошо, светло, тепло. Потому что людям нужно где-то закупаться на рынке, цены вы видели какие. Муниципальная ярмарка на пересечении улиц Киевска и Тухачевского представлена в трех шатрах. Все они разделены по категориям. В первом – овощи и фрукты, в том, что по центру – мед, молочная и злаковая продукции. В крайнем торгуют мясом и рыбой. Все они соединены между собой специальными переходами, которые позволяют, не выходя на улицу, перемещаться между торговыми шатрами. Здесь есть первая транспортная развязка и доступность для и потребителей, и для продавцов. Большая площадка, обустроенная нами для и парковки, и подвоза продукции, исходили прежде всего из потребностей жителей. На ярмарке представлено более 150 торговых мест для слихозпродукции. Организованы места для пенсионеров. Так, места-то хорошие. Мы под крышей, дождь был целый день, но мы не замерзли, не намокли. В этом плане хорошо. И наши места пенсионные, бесплатные. Все шатры муниципальной ярмарки оборудованы системой кондиционирования, инфракрасными обогревателями. Поэтому работать площадка будет со вторника по воскресенье круглый год. Ольга Павло, Никита Колосов, Константин Головин. События.